всем всем доброе утро вот такая сегодня погода за окном на урале снежочек шел сейчас перестал я собираюсь пойти к папе купить там надо кое-какие продукты вот проконтролировать чтоб он покушал потом пойду за своим первоклассником встречу с школы и потом еще на тренировку надо будет сводить так что оставайтесь со мной будем собираться вот банда один лежит все дрыхнуть будешь да уж а ты дрыхнуть будешь такой красавец а зайка зайка все на улицу просится но я ее не хочу а мне надо белье сейчас вывесить вывешать еще постиралась тоже так сейчас будем наводить красоту замерила сахар 7 и 1 я завтракала 2 часа назад чё зайка так вот такую залезла и этот полез так собираюсь собираюсь девочки и мальчики на выход короче у меня что-то отечность вот такая не знаю жара или чё сладкое я не ем всеми один после еды через три часа вроде как норм таблетки пью праймер хороший нравится мне ну так вы знаете как павелинчик там такой приятный на ощупь такой знаете как он фильм а топфейс до такой же на зиму на осень топфейс этой называется не паналка короче я перепутала думала что любовь я перепутала думала что любовь а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ Блин, ребята, я до школы шла 45 минут. Видите, как я на метраж намотала. Устала так, не хоть перекусила. Ребят, хочу сделать обзор продуктов, которые купила здесь, на Урале, в России, на 1800 рублей. На наши это где-то 9000 тенге, да. Итак, сейчас я вам озвучу. Вот утренний батон. Нарезной, белый. Так, федоровские иодированные, нарезанные, диетические с отрубями взяла. Это я себе взяла, то детям. Так, потом эти салатные крабовые палочки, просто так кушать, да. Вот, будем кушать. Далее взяла лечо махеевский. Подальше отодвинем. Так, вот такую морковку по-корейски. Большая банка. Полкило здесь. Так, захотелось она. Пачку настоящего масла. Городеев. 130 рублей, по-моему. Ну, посмотреть надо, 82,5 процентов жира. Тоже масло идет. Сколько тут грамм? Не вижу. Так. Ну, короче, нормально здесь. Ну, нормально здесь, потом посмотрю. Так, колбаску взяла. Вот такую докторскую, отяшиваю. Попробую. Тоже на завтраке. На бутерброды. Потом вязанку. Никогда, как бы, не это. Не пробовала, по-моему, я вязанку. Хочу попробовать. Рекламу видела, но не пробовала. Так. Далее. Самое главное. Я взяла себе вот такую горбушу. Здесь 150 грамм. Где-то примерно 130 рублей. Ребят, ну, смотрите, сколько ее много. Вообще, меня порадовала. Я рысла бы соленая горбушка. У нас это намного дороже было бы. Филе. Только филе. Вот. Так, что еще взяла? Ну, взяла майонет. Взяла такой оливковый махеев. Потом взяла пацанам ММДенс. Одну на всех. Вот такой сыр взяла. Скоробогатов. Гауде. Я только не поняла. А, я думала, он пластиками. Он, оказывается, такой цельным куском. Ну, ладно. Ничего страшного. Так, потом. Пекинская капуста. Да, вот такая большая, здоровая. Видите, много, сколько товаров. Мне кажется, я столько бы на наши деньги не взяла. Ну, и, конечно, детям. Взяла упаковку чипсов им. Не знаю, сколько тут штучек. Ой, чипсы. Какие-то чипсы. У меня хоть поправляйте. Карамель на палочке. Как они называются? Чупа-чупсы. Чипсы. Так, потом вот такие палочки. Они идут с шоколадом с кокосовой стружкой. Вот. Тоже. Это я каждому взяла. Так, пацанам. Вот такие булочки мне нравятся. У них со вкусом шоколада, лесного ореха. Такие мягенькие. Продаются. Тоже можно на десерт, на завтрак. Взяла кофе. Взяла кофе, мак-кофе пить. Ну, не себе. Тут же с сахаром. Тоже взрослым мальчишкам. Они уже пьют такое. Так, и вот еще одна булочка. Так. Еще одна была. Ну, наверное, уже малой взял. Вот такие продукты у меня получилось на 1800 рублей. Ну, тут в основном что я взяла? Такое. Две палки колбасы вышло хорошо. Горбуша, масло, салат, сыр, майонезы, крабовые палочки. Ну, считай, это вообще капуста такая обалденная, здоровая. Кофе. Мне кажется, там много. Ладно, там булочки не будем по 50, 45 или сколько там рублей. Хлеб тоже где-то так. Ну, такой вот самый. Мне кажется, нормальная цена. Намного дешевле, чем у нас цены. Вот точно вам говорю. Это я все взяла в пятерочке. Ой, извиняюсь, не пятерочка, а монетка. Ребята, я еще путаюсь в этих магазинах. Вот магнит хорошо знаю. Это была монетка. Да. Четыре. Не торопись. Аккуратнее. Один. Опять один. Четыре. Четыре. Угу. И опять один. Угу. Угу. Пять. Три. Аккуратнее. Молодец. Короче, мы сегодня что с Артуриком набрали, да? Вязанку. Крабовые палочки мы сделали салат. Тот морковный салат очень такой маринованный, короче. Там сахар, уксус. Колбаску пробуем. Ну, обычная колбаска, обычная колбаска. Я уж думала, там вязанка. Всем доброе утро. Продолжаю снимать влог. Вот, начинаю делать бутербродики себе. Кстати, напоминаю, кто не знает, что я нахожусь у сестренки в гостях. Она повезла маму на операцию. На глаза операцию уже сделали, но немножечко, как сказать, отек. И нужно лечение. Короче, они приедут, наверное, только в субботу. Потому что у нее сегодня лечение, завтра лечение. Вот. Деток я проводила, собрала в школу, покормила. Делаю теперь себе завтрак. Так, ну, это будет хлебушек. Это будет пекинская капуста. И, та-да-да-дам, горбушечка. Горбушечка. Ну, я даже не знаю, как идут. О, какие кусочки-то. Так. На два бутербродика себе положу. Сегодня, кстати, у нас четверг. Да, на улице. На улице снежок сыпет, да. Так, ну все, достаточно. Думаю, достаточно. Вот, хотя написано тут, горбуша, набор к пиву. Набор к завтраку. К завтраку, товарищи. Вот, что надо выпускать. Они к пиву. Уже соблазняют к пиву с утра. Вот такой у меня завтрак с утра. Ребята, я себе заварила черный чай с клубникой, ташкентский. Ребята, это так вкусно. Это очень вкусно. Я уже кусочек попробовала. Это очень вкусно. Обалденно. Кстати, масло обалденное. Как оно называется? Городень. Малочный мир. Вкусное масло. Ребята. Тут еще мне нравится такой вот этот диетический уедированный с отрублями хлеб. Такой легкий. Батон Федоровский называется. Мне очень нравится. Понравился. Вкусный. Вообще мне тут все нравится. Вы знаете, я очень была удивлена. Удивлена тому, что вроде бы и город маленький. Ну, столько разнообразия именно в товарах детских. Потом, знаете, вот этих одежды. Короче, всякой мелочи. Ну, я не знаю, у нас такого ассортимента. Хоть у нас такой город как бы шахтерский. Должно быть все. Ну, у нас какой-то не такой. Я не знаю, откуда у нас везут. Откуда сюда везут. Я не знаю. Как будто с разных мест. Понимаете? Даже чаем такую вкусноту неохота запивать. Насладиться вкусом. Сейчас на Вайлберрис буду. В основном все покупать. Там и то, знаете, лучше. Товары. Вот. Ну, я так решила. Все буду там и одеваться. Вообще все буду выписывать, короче. Хоть это есть. Тут смотрю озоны везде. Вайлберрис, я не знаю, не видела еще. Пункты приема. Озон везде. Я еще тоже не регистрировалась в Озоне. Что там лучше, не лучше, дешевле. Ну, как разнообразнее. Ну, короче, ребята, вот такое мое резюме. По поводу товаров, по поводу шопинга, по поводу... Вы поняли меня. Даже продуктов. И дешевле. Я заметила, что тут дешевле. Вот так вот. В общем, у меня с утра стирка. Так, ставлю я на час. Сейчас руку сполосну. Так. Все, ура, заработала. Сейчас посмотрим, где эта засранка. Любит ходить на балкон, сидеть. О, они оба вышли. Вот они, красавцы. Одна засранка, но другой нормальный парень. Пуша нормальный парень. Очень сыро. Как вы видите, снежок. Птички. Они вот за птицами охотятся. Все смотрят на них. Думают поймать. И сестра всегда боится, когда они залезают на балкон. Надо их снимать. Я говорю, да кошка никогда не упадет. У нее есть когти. Тем более деревянные перила. Она зацепится, выкарабкается. О, и птицы не боятся. Сюда летают, а садятся. Они их караулят. Прям караулят. Так, а это вид сверху на кухне я уже. Ребята, я, знаете, живу в таком режиме. И, короче, постоянно ставлю будильники себе. Утром, чтобы встать пораньше. Потом будильник ставлю, чтобы разбудить детей. Потому что пока тут грею чаем, делаю бутерброды, завтрак. Вот. И потом ставлю будильник, чтобы мне для того, чтобы собраться. Часто мне нужен, да, примерно. Потом ставлю будильник, когда мне выйти с дома. И обязательно, когда выйти уже с дома, я уже знаю, что через час мне нужно будет. И ставлю будильник, да, когда я выхожу с дома, я же хожу тоже по каким-то местам, когда мне забрать ребенка со школы. Короче, ребята, я прям все по звонку. У меня все по звонку. И именно, ребята, вот эти икры, они стали очень твердые, очень твердые, болезненные. И я вот этим маслом, короче, как бы разогреваю. Этикетка спала, но вы помните, что это масло Джонсон Джонсон детским. И маслом оно так разогревается, растирается и более-менее боль проходит. Так что вот так вот. Девочки, пока у меня стирается стирка, я решила вам заснять коллекцию ароматов моей сестренки. Я всегда восхищаюсь ей, что она любит ароматы и не жалеет на них деньги, тратится всегда. И сейчас, когда я приехала, как всегда у нее куча бутыльков, но этого еще мало, у нее было в два раза больше. Может, у нее где-то еще и есть, просто это стояло на виду. И я вот хочу вам просто показать. Ароматы мне абсолютно все понравились, абсолютно. Но первый аромат, я думаю, это для мальчиков она покупала, потому что это, вижу, мен, это значит, короче, Джордани Голдмен. Вот такой, он почти полный. Кстати, сегодня мальчишки надухарились моим черным платьем. Им, говорит, нам так понравился. Я говорю, а этот, говорит, хуже аромат. Ну, не знаю, вот я уже открыла, ребят, я только открыла. Ой, для меня это обалденный аромат. Я даже бы сама такие носила. Ой, он так освежает. Ой, ребята, я вообще люблю фруктовые, древесные, цветочные, ну, фрукты, чтобы были. Вот здесь вот дерево. Вот здесь вот, знаете, мандарин чувствуется. Ой, какой он вкусный. Такой, знаете, он остренький. Наверное, черный перец есть. Да, сандал есть. И, конечно, нейролили, как вот, ну, который, как бы, вечерний. Да, он очень подойдет, кстати, для вечернего аромата. Ну, да, он мужской, он мужской. Ну, такой, ну, свежий. Мне очень нравится. Так, второй аромат. Тут его практически уже малинечка. Это... Сейчас, Роскин Романце, короче. Это парфюмерная вода. Мне кажется, это все Эва. Не знаю. Ой, я даже не пшикаю. Ой, девочки. Ой, очень легкие. И, знаете, тоже цитрусовый. Вот что... Мне тоже нравится цитрусовый. Вы знаете, что цитрусовые ароматы, они молодят женщину. Это уже доказано. Такой игривый. Вот прям лимончик здесь. Вот прям все, знаете, такой легкий он, цитрусовый. Еще, еще как будто, знаете, что-то елочное есть. Может быть, пихта или кедр. Вот такой, он такой, знаете, елочно-цитрусовый. Такой, но ближе вот на Новый год. Вот, знаете, такой зимой. Очень вкусный. Так, вот эти, к сожалению, я не знаю, такие. Но мне кажется, это какие-то селективные духи, духи, группы экстра для женщины. Группа экстра. Наверное, какие-то селективные. И чьи, я не знаю, конечно. Ой, кстати, вот крышку снимаешь, уже запах. Я даже не брызгала, девочки. Но это больше цветочек. Между прочим, очень вкусные. Но и этот запах я на многих, кстати, слышу. Да, вот заходят девушки, женщины. Видать, они популярные, скорее всего. И даже... Тут и сладость чуть-чуть есть. И дерево, сандал, наверное, есть. Ну, вот сам букет, ну, до того притягательный. Ну, очень вкусный, ребят. Очень вкусный. Так, вот этот вот, вот этот он называется, сейчас прочитаем, бриллиант. Лук, лук. О-о-о-о, ребят, это ваниль. Ой, фу, какой сладкий, карамель. Ой, ваниль, апельсин. Ну, тоже новогодний, знаете, такой, но сладкий. Я сладкий не очень. Не-не-не, не мое, компотик не мой. Ну, вкусный, ребят, вкусный. Апельсинчик, там чувствуется карамельный. Наверное, вот это вот, почули, там что-то такое-такое. Так, вот этот вообще тоже без названий, без всего. Наверное, тоже Эйвен, да? Что тут написано? Ой, что-то тут написано. Что можно прочитать? Можно ли тут прочитать? Ну-ка. Так, тоже как парфюм. Косметика Эйвен. Эйвен, главная косметика Эйвен. Фу, надо мне кофе это понюхать. Это уже запахи все сбились. Ну-ка. Этот более нежный такой. Ой, вот этот мне нравится. Это, знаете, такой запах. Я люблю такие горькие запахи. Он горько-сладкий такой, знаете, сладковатый, горький. Не могу разгадать букет. Ну, вкусный, но что-то тоже есть, знаете, что-то такое. Фруктовое что-то такое с горечью. Сладко-фруктовое с горечью. Не могу разгадать букет. Что тут может быть? Короче, девочки, надо мне тоже на Валберсе, кстати, очень много духов. Но вот эти вот мне все понравились. Ну, вот этот бы... Ну, по настроению сладкий, конечно, но нет. Вот эти все мне понравились. И, возможно, я тоже закажу. И вот мужчинам своим закажу такой же. Короче, нравятся мне такие духи. Надеюсь, они все стойкие и шлейф от них идет. Шлифовые, как правильно сказать? Шлейфовые. Ребят, вышла на улицу, вон там парикмахерская. Это раньше был в моем детстве книга Турк. Самое любимое место на книге. Потом, в последствии, когда тут бабушка жила моя, она работала там, подрабатывала была на пенсии. И очень много нам книг в Казахстан засылала. Хороших, таких, ценных. Вот. Сейчас они все у мамы библиотеки. Вот, домашняя библиотека. А я вышла на встречу к своей подруге, которая тоже на работе. Вечером тоже некогда ей бежать. Хотя мы тут, можно сказать, через квартал поживем. Вот. Ну, она на работе допоздна. И я со своими учениками. Говорю, давай встретимся, приходи ко мне на работу, хоть в обед. Я говорю, ну давай. Вот, еще может завтра тоже так же прибегу к ней. Сегодня просто совпало. Мне как раз идти надо. И как раз мы с ней хоть 40 минут, хоть полчаса пообщаемся. А потом буду забирать своего первоклассника. На улице сегодня теплее намного, но сыро. Рожжик мелкий. Кстати, вот это парк победы. Так, здесь всегда горит вечный огонь. Вот, как видите, с руки. Факел. Это еще тоже с моего детства все так сделано. Очень красиво. Вот. Здесь всегда стоят венки. И праздники здесь проходят. Патриотические, конечно. Как раз этот парк напротив моей школы. А вон там этот спортзал отдельно. А вот этот магазин на углу ласточка. Где мы бегали раньше за куржиками. Со школы. Так. Раздеты мы бежим. Были кексы дорогие по 20 копеек. Сочинь по 15 копеек с творогом. Вот, разные пирожки, конечно, по 5 копеек. И томатный сок. Соки тоже там были. Яблочные, томатные. Ну, просто нас кормили в школе, но мы на переменах. Всегда нам давали копеечки. Все равно вкусняшки себе покупали. Дети везде одинаковые, да? Итак, ребята, пришла я уже. Встретилась с подружкой. Забрала своего племянника. И зашли мы в магазин, показываю, что купили. Ну, конечно, от детей не отстанешь. Им нужны чипсы. Короче, сейчас будет корзина продуктовая на 1150 рублей. Ну, я купила. Сейчас вот показываю. Вот такие крабовые чипсы, 3 штуки. Ну, каждому. Каждому. Разложим. Далее. Хотела им 2-х литровый апельсиновый сок купить, но меня уговорили. Малой уговорил меня вишневую черешню купить. Я, говорит, хочу такой сок. Я говорю, сейчас я тебе его принесу. Так, сейчас как-нибудь повыше поставлю. Вот. Я, говорит, такой не пил. Ну, они умеют раскручивать. Далее. Ребята, я вообще в шоке. Короче, смотрите, я нашла форель. Да, это форель. Где она тут написана? Вот. Форель радужная. Тут, сейчас вам скажу, сколько. 150 грамм. Ребята, по скидке 89 рублей. Ребята, ну это вообще. Это на наши меньше 500 тенге. Ну, написано набор к пиву. Утром. С маслечком. Короче, я, меня прорвало на красную рыбу. У нас она очень подорожала в Казахстане. Даже не подступиться. Я беру, знаете, брюшки семги. Ну, они жирные. Ну, там один жир. Вот. А я хочу вот прям красного мяска. Так что вот так вот, девочки и мальчики. Сейчас всю рыбу тут куплю красную по скидке. Так, ребята, никогда индилайт не пробовала. Хочу попробовать индилайт. Взяла купаты боярские. Так. Потом деткам хочу сделать котлетки. Взяла вот такой фарш говяжий. И до 25-го, 10-го тут, а тут до 18-го, 10-го. Ну, нормальные сроки. Сделаем сейчас этот фарш такой светленький. Прям не похоже, что говяжий. Сделаем котлеточки, пюрешечка. Так. А, еще, тоже не могла пройти, ребята. Вот такую взяла рыбку камбалу. Вот такой фирмы. Показать, чтобы видно было. Что-то все отсвечивает. Минсаль. Это камбала вяленая. Ну, конечно, чего там только нету. Вот хочу камбалу вяленую. Короче, мне что-то на рыбу тут прибило. Ну, и жвачки тоже. Три штучки такие взяла. Детиком попросила. Ну, в принципе, мало что взяла. Что тут дорого вышло. Сейчас вам скажу, что это магнит. Магнит дороже монеточки. Однозначно. А, 1138, да. Да, 138, я сказала. Так. И вот чек. Вот чек. Сейчас удобно положу, чтобы и самой видеть. И чтобы вы видели. Так. И мы разберем чек. Так. Тут 400 грамм. 200. Самые дорогие купаты. 300. Уже 500. Ну, естественно, тут все по 100, да. 107. 89 камбала. 899. Вот итог. Короче, вот эти штуки только на 500 рублей. Вот эти штуки. Ну, и остальные. Можно сказать. Камбала, кстати, по чему я что-то камбала. Камбала, да, дорогая, вяленая. 99, 100. Ну, дороже, да. Так. А сок сколько? Не угомонюсь. Сок сколько? Напиток получается тоже 100. Ну, да, 100, 100. Вот те 800 и эти. Все правильно. Ну, дороговато магнитить для меня. Хотя сейчас тысячи. Куда идти с тысячи? Вот именно. Это еще нормально. Это мне хватит еды на 2 дня. Сейчас котлеток. Сегодня, завтра. Так что приступаю готовить. Вот, ребятки, практически научилась на газу работать. Ну, да. Готовить, работать. Кстати, надо картошечку на мягкость проверить. Я ж не знаю. Тут раньше варилась долго картошка. На пюрешечку варю. Ну-ка. О, уже мягкое можно. Уже снимать. Сейчас переворачиваю котлетки. Делала говяжьи. Опа, 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 опа. Что-то пошло не так. Я эти просто позже положила. Сейчас пусть поджарится. Вот. Так что научилась готовить на газу. Боялась готовить на газу. Вообще газ как бы. У нас нет уже газа. Ну, вот мой обед на сегодня. Котлеточка, пюрешечка и морковочка. У деток тоже самое. Хоть спокойно пожрать. Пока дети заняты. Отдыхают. И в школе так вкусно. Ну, сытно кормят. Еще они там себе булочки берут. Приходят не голодные. Где-то часа к шести, к семи проголодаются. Она сейчас изготовила. Побегу до дедушки. Тоже отнесу ему. Горячее. С пиву жара. Пирожку положила себе. Таблетки же пью. Пирожку положила себе. Таблетки же пью. Надо воды опять купить. Вода уходит со страшной силы. Так, ладно. Потом приду чай попью. Надо идти. Пока светло. Четвертый час уже. Два с вами четвертого. Сидеть по пуле, покормить его. Девчонки, знаете, что сегодня себе купила? Сейчас покажу. Ребята, сегодня купила себе вот такой шарф. Мое полотенце. Ничего не замечаете? Меня на крабовый цвет пробило. Короче, очень теплый. Очень. И самое главное, дешевый. Всего 160 рублей, ребята. В магазине планеты купила. Обалденно. Какой он тепленький. Какой он мягенький. И длинный такой. Очень классный. Очень классный. Собралась к дедушке. Венесу ему тепленькое. Завернула. Пойду сейчас. Тут у меня пупка висит. Вот. И приду, буду делать вам блог. Иду обратно. Собирала листья. Надо на задание. К первокласснику. Смотрю. А там вот еще. Все наверх, наверх. Еще люди дальше живут. Прям к самой горе ближе. Еще улица одна. Туда дальше. Еще далеко. Дома. Это была детская поликлиника. Такая хорошая была. Еще Артур когда родился. В каком году родился? Так, если ему сейчас 7 лет. Еще, по-моему, была она. Функционировала. Функционировала. В этой, кстати, поликлинике детская. Мама моя работала с молодости. Вот иду в дом. Это, наверное, дома Сталинки, да? Если я не ошибаюсь. Тоже старинные. Ну, 50-х годов точно. 51-е постройки. Вот так где-то. Вот и все. Я пришла. Покажу вам подъезд. Вот такая мозаика здесь. Батарея, топление. Все новое. Вот такие ступени. Вот такие перила деревянные. Лаком покрытые. Тоже мозаика. Окно есть. Так, ну вот. Вот это считается первый этаж. Сколько здесь? Три квартиры. Зая, отдай тетрадку. Зая легла. Ну, лежи, лежи, лежи. Собираемся. Ой, так, прописи. Делали эту, как сказать, короче, в окружающем мире такое задание. Сегодня листья собирала. Вот. Первокласснику сделали, наклеили с ним какие-то листья все, которые я сегодня собрала на улице. Красиво, да, получилось? Мне нравится. Вот такое задание было по окружающему миру. Вот, сегодня заканчивал пропись. Пишет так, видите? Тут, видите, испортил. Отвлекся. А тут вот переписал. Молодец. И математику. Большие сами уроки делают. Я там у них не понимаю. Ребята, еще знаете, первоклассникам дают такое молоко. Каждый день, когда они ходят. Вот они или пьют, или копят. Как мой Артурик сказал. Нет, я его коплю. Вдруг у нас когда-нибудь молока не будет? Вот и говорит, я говорю, понятно, НЗ, неприкосновенный запас. Все, укладываемся спать. Каждый день у меня постирушки. Уроки. И готовка, и готовка. Так, кушать уже все на корневой к ужине. Так, хоть пить хочу, пить хочу, умирай. Кстати, вовремя я зашла на кухню, мне что надо таблетки пить. У них 9, у меня 10. У нас на час вперед идет. Да, это разное. Приезжайте. Абхазия и Казахстан, это одно и то же. Я говорю, нет. Так, все, пью таблетки. Все, укладываю спать. И до пятницы. Ураганище такое сильное, поэтому прям поднялся ветер. Никогда раньше у нас такого ветра не было, представляете? Очень сильный ветер. Деревья прям качаются. Особенно с той стороны. Такой светильник, думаю, он красивый. Я думала, вон что-то это трещит. Оказывается, вот эти часики. Стрелочка трещит. Продолжение следует...